Глава вторая Книги Иова Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный и справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтоб погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще не тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифас, Фемонитянин, Велдад, Савхиянин и Сафар, Намитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико.